Марина Каракуз запускает оборудование после 10-дневного простоя. Сейчас линию моют, но уже через час по ней пойдут конфеты. Накануне работников Рошена предупредили. Фабрика начинает работать. Ну вообще люди очень хотят работать. Работа нужна всем. И работа хорошая. Зарплаты у нас хорошие. Коллектив у нас хороший. Работа, скажем так, непыльная. Непыльная работа и сладкая жизнь на Рошене закончились 19 марта. ОМОН блокировала вход. Машины на территорию не пускали. Счета заблокировали. Производство остановилось. Мы вообще пришли в ночь на работу. Увидели ОМОН. Нас пропускали по паспортам. Мы были полностью все удивлены. И не понимали, что происходит. И никто не мог толком объяснить, потому что никто и не знал, что и мог происходить. Уже позже выяснилось, работа Рошена парализовал спор с Радфронтом трёхлетней давности. Липецкие конфеты «Ласточка-пивунья» признали украденной интеллектуальной собственностью. Сегодня Рошен заплатил по решению суда 212 миллионов рублей. Но осталось уголовное дело за незаконное использование товарного знака и требование заплатить ещё 2 миллиарда. До конца апреля мы доработаем. Если счета и деньги на счетах не будут разблокированы, не будет снят арест, то в мае мы опять остановимся. Потому что у нас просто не будет денег на закупку сырья. Будут ли работники Рошена 1 мая снова требовать на проходных зарплаты и работы, теперь зависит от усилий юристов. Пока абсолютно ясно одно. До 15 апреля они получат и зарплату, и компенсацию за простой. Кредиты у других, ипотеки. То есть, если бы остановились совсем, то было бы без их. Даже мы любим все производство. Геннадий Гунькин запускает эту линию вот уже 12 лет. Но впервые делает это с таким удовольствием. У работников Рошена появился дополнительный стимул к работе. Ведь конфеты, которые начали выпускать сегодня, это деньги на новое сырье. А значит и надежда на то, что сладкая жизнь не закончилась. Майя Евглевская, Юрий Талдыкин, ТВК Новости.